Почему люди не доверяют гороскопам и как серьезные политики относятся к астрологам? Астрология – это древняя наука, которая была до античности в средние века и существует сейчас, и она дает очень правильную картину влияния планет на жизнь людей. Но в современном обществе сложилось большое недоверие к астрологии, и вы можете найти в интернете много видеороликов с так называемыми разоблачениями. С некоторыми вещами я согласен, но по многим у меня идет большое несогласие, большое неодобрение. Итак, с моей точки зрения, каковы три основные причины недоверия к астрологии? Самая главная причина – это средства массовой информации. Они из астрологии сделали такую красивую сказку. К красивым сказкам я отношу популярную и китайскую в кавычках астрологию. Это недельные прогнозы, годовые прогнозы, год свиньи, год собаки и так далее. Для журналистов это очень интересные, привлекательные и красочные такие истории, что будет с каким-то знаком зодиака. Но на самом деле эти прогнозы несут примерно 10-20% полезной информации, если они составлены честно. Потому что по определению массовый прогноз, он не может быть точным. Он для огромных масс, но не для конкретного человека, не для конкретной фирмы. И второй момент. Популярная астрология основывается на движении Солнца, а китайская астрология основана на движении планеты Юпитер. 12-летний цикл Юпитера, и каждому году соответствует какое-то животное. Юпитер, Солнце. А где же другие планеты? Где Венера? Где Марс, Меркурий? Где Сатурн, Уран, Нептун, Плутон? Анализ, исходя из одной составляющей, он очень маленький. Поэтому точность этих прогнозов очень низка. Если бы прогнозы погоды совпадали на 10-20%, смотрели ли вы такие прогнозы? Конечно же нет. Поэтому люди не доверяют астрологии этим красивым историям и правильно делают. Но вместе с тем идет дискредитация самой этой науки. Вторая причина недоверия людей кроется в самих астрологах. Есть астрологи, фаталисты, есть романтики, есть просто те, кто еще не получил достаточного опыта, чтобы вести правильный анализ. Фаталисты, они очень часто пугают людей, что вот такое-то событие обязательно произойдет, и ничего тут не сделаешь. Хотя настоящая наука, она говорит о многовариантности развития событий. И мой метод нейтрализации кризисных состояний, в том числе астрологическими методами, он как раз говорит о том, что можно избежать какого-то события, если правильно к нему подготовиться. Астрологи-романтики, они поверили в какую-то идею, в какую-то мысль. Например, планета Прозерпина, которой нету, или планета Нибиру, которая должна была в 12-м году приблизиться к Земле. И на основании каких-то неверных историй делают свои выводы. И есть просто неопытные астрологи, которые только кончили курсы, и у них еще нету критического отношения к тем знаниям, которые они получили. Надо хотя бы составить тысячу гороскопов, чтобы делать правильные анализы. Надо хотя бы получить жизненный опыт по тем или иным вопросам. Астролог, он должен быть и психологом, если он занимается бизнесом, то и экономистом. Если занимается политиком, разбираться в этой области. И по возрасту, конечно же, выходить в публичное пространство, я бы рекомендовал после 30 лет. Тогда у человека есть уже определенный жизненный багаж, который будет ему помогать на консультациях. Третья причина – это завышенные ожидания людей от прогнозов. Даже самый мудрый аналитик, он не имеет уровня Господа Бога. Он не может предвидеть все события, неизвестны все составляющие, чтобы сделать очень точный прогноз. На макроуровне получается сделать точный прогноз, а на событийном прогноз уже получается на 70-80%. Что это значит? Макроуровень, ну, например, я делаю прогноз о кризисах у человека, о мировых экономических кризисах. И время, оно совпадает. И общая картина кризисная, она видна. Но через что проявится этот кризис, событийный уровень, тут не всегда можно попасть в точку. Полтора года назад, когда я сделал точный прогноз на нынешний мировой экономический кризис, я думал, что главным фактором будет дефицит государственного бюджета США. Но, как оказалось, главным фактором в нынешнем кризисе сыграла пандемия, сыграла эпидемия. Впервые в истории человечества причиной мирового экономического кризиса стала массовая болезнь. Я этого полтора года назад не мог предположить. Хотя из других 14 прогнозов, где-то 4, у меня было попадание 50-80%, и 10 прогнозов сбылись полностью на все 100%. Это довольно-таки очень хороший результат. Я работаю в русле классической астрологии, которая дает большую точность вот этой аналитической работы. Хочу заметить, что индийская астрология, она не дает такой точности. Я очень люблю Индию, я очень уважаю индийскую культуру, но, к сожалению, индийская астрология, она не учитывает планеты Уран, Нептун и Плутон. Поэтому многие события индийской астрологии, они не высчитываются. Если говорить о серьезных политиках, то, конечно, у них есть советники, есть аналитики, которые занимаются планетами, анализируют ситуацию. И я год назад узнал, что Бжезинский, такая очень известная фамилия на Западе, он делал доклад правительству о том, что в 2022 году Израилю грозит крах. Этому государству, союзнику США, грозит очень критичная ситуация. И он рекомендовал увеличить помощь, сделать усилия, чтобы нейтрализовать эту ситуацию заранее. То есть Бжезинский, он тоже нейтрализатор кризисных ситуаций. Или он сам является астрологом, или его советники основные занимаются этими вопросами, и к ним он очень сильно прислушивается. И на основе их аналитики он делает доклады в правительстве. По России я отслеживаю действия команды Путина и вижу тоже очень опытного астролога в действии Путина. По кадровым вопросам, недавно принятие поправок к конституциям. Все делается очень правильно с точки зрения астрологической науки. У Лукашенко наоборот. Или у него нету таких специалистов, или он их не слушает. Во всяком случае, этот год у него очень кризисный. И в кризисный год проводить выборы является большой ошибкой. В следующем видео для политиков я расскажу, как продвигать вашего человека, как вывести вашего кандидата в президенты, в губернаторы, хотя бы в депутаты. Что для этого нужно сделать. А на сегодня наша встреча завершается. Я желаю вам успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok